Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию юную актрису Виту Корниенко. Как она в столь юном возрасте успела сыграть почти 100 ролей в кино. Несколько лет назад на отечественном кинонебосклоне загорелась новая звездочка, которую зовут Вита Корниенко. Если перефразировать известного сатирика Аркадия Райкина, то можно сказать, что она ходить, говорить и сниматься в кино начала практически одновременно. В свои 12 лет Вита уже вполне сложившаяся актриса, кстати и очень востребованная. Ее фильмография достойна уважения. В столь юном возрасте она снялась уже более чем в 100 проектах, как у нас в стране, так и за границей. Кстати, она выступает за рубежом не только как актриса, но и как дублер. В настоящее время карьера юной звездочки стремительно набирает обороты, а ее съемочный график расписан почти на год вперед. Так кто же она, юная звезда отечественного кино? Мы расскажем вам в этом ролике. Начать можно с того, что настоящее имя девочки Виталия. Оно переводится как «Полная жизни». Поэтому нет ничего удивительного в том, что жизнь Виты буквально бурлит. Она не только смогла стать хорошей актрисой, но и хорошо учится в школе. Успешно разучивает несколько иностранных языков. Написала два сценария. Учится играть на укулеле. Это маленькая гитара, гавайская. Берет уроки у гончарного мастера, посещает цирковую студию, увлекается танцами и любит собирать кубик Рубика, а также неплохо катается на коньках. И как в столь юном возрасте она умудряется совмещать сразу столько интересных дел. Она настолько привыкла быть постоянно в круговерте жизни, что другого для себя просто не представляет, так как она считает, что хороший актер должен все уметь и знать. Несмотря на то, что ей всего лишь 12 лет, характер она имеет железный. Вот что рассказывает мама юной звездочки. Мне кажется, она единственный в мире человек, который не боится вообще ничего. Подтверждение этого говорит тот факт, что во время съемок, где есть трюковые сцены, многие из них она выполняет самостоятельно. А вот что говорит сама девочка о своих приключениях в кино, которые были связаны с определенными рисками. Я очень люблю сама выполнять трюки, и самые яркие воспоминания в большой степени связаны с ними. Например, когда я падала в горную речку в декабре, потом меня отправляли погреться, а мне хотелось еще в реку. Когда я ежедневно закалялась для выполнения трюка, опуская лицо в ледяную воду. Когда я спускалась с балкона третьего этажа по простыне, и был сильнейший ветер, меня болтало, потому что я очень легкая, а каскадеры держали меня на тросах изо всех сил. Например, когда снимался фильм «Лед-2», она должна была не только хорошо кататься на коньках, но и выполнять довольно сложные фигурные элементы. Поэтому понятно, что без царапин и травм тут обойтись не могло. Но оно того стоило. Эта роль стала пока самой яркой в фильмографии юной актрисы. После таких высказываний сразу становится ясно, почему даже самые мастистые режиссеры любят работать с Витой Корниенко. И не только из-за ее ангельской внешности. На кастинге приходят сотни детей, наделенных определенных талантов и прекрасной внешностью, но на съемочную площадку попадают лишь некоторые из них. Секрет успеха Виты скрывается в ее удивительной работоспособности, даже несмотря на столь юный возраст. Кроме этого, она очень трудолюбива и имеет стальной характер. А это основные составляющие для того, чтобы развился настоящий талант. Таких качеств у Виты хоть отбавляю. Если разобраться, то не любой ребенок сможет усидеть на холодной качеле на протяжении двух часов и при этом делать все то, что говорит режиссер. И не все дети, придя из школы и выучив уроки, вместо того, чтобы погулять, будут до ночи читать сценарии и выучивать их наизусть, чтобы завтра не просто прочитать его, а преподнести так, чтобы весь зал зарыдал. Именно это привлекает к Вите режиссеров, когда начинается кастинг в новый проект. К тому же она всегда испытывает неподдельный интерес ко всему съемочному процессу, что подкупает режиссеров и еще раз говорит в пользу того, что надо выбрать именно ее, милую и хрупкую девочку по имени Вита. Поэтому не надо удивляться, что ее постоянно приглашают на съемки в кино, то в очередной телевизионный проект. Многие говорят, что эта девочка уже примелькалась, но согласитесь, она замечательно справляется с поставленными задачами. Вита коренная москвичка. Дебютная роль у нее была, когда малышке только исполнилось два года. Дело в том, что у Виты есть сестра, и когда той исполнилось 13 лет, она стала сниматься. Рядом всегда была мама, которая сопровождала дочь. Младшую оставлять было не с кем, и поэтому мама всегда брала Виту с собой. Один раз милую девочку заметил один из участников съемочной группы и пригласил ее сняться в небольшой короткометражке, которая называлась «Макарошка». «А давайте-ка вашу малышку попробуем снять. Она ничего не боится, камер не боится и очень разговорчивая». Когда проходили пробы, то оператор спрятался за кустами и отснятый материал получился просто замечательный. Так девочка получила свою дебютную роль в кино, сыграв подружку главного персонажа. Эта девочка влюбила в себя сразу всех, и не только своим обаянием, но и тем, что перед камерой она вела себя очень непрюнежденно, раскованно и в точности выполняла все, что ей говорил режиссер. Но самое главное, самой девочке это очень нравилось. Она с необычайной легкостью выдерживала съемочные смены, терпеливо ждала, когда ее загримируют, и от нее не было никаких хлопот и забот. Дебютная роль оказалась такой успешной, что в адрес маленькой актрисы посыпались десятки предложений. Следующая роль была в сериале «Время дочерей», который вышел на экраны в 2013 году. В этом фильме она сыграла детские годы главной героини. В течение двух последующих лет вышло еще несколько проектов с ее участием. Это «Обмани, если любишь», «Пенсильвания», «Сломанные судьбы». После выхода этих картин уже ни у кого не было сомнения, что девочка обладает несомненным актерским талантом. В 2016 году в актерском багаже юной актрисы уже было почти два десятка сыгранных ролей. На следующий год девочка пошла в первый класс, и родители переживали, что постоянная занятость на съемках как-то отразится на учебе их дочери. Но все страхи оказались напрасны. Вита оказалась на удивление прилежной и способной ученицей, и к тому же очень ответственной. Все были удивлены, когда девочка стала круглой отличницей. Учаясь в первом классе, она сыграла в фильме «Чужая дочь», и постепенно проектов с ее участием становилось все больше и больше. Прошло несколько лет, и к Вите буквально выстраивались в очередь режиссеры, чтобы пригласить ее на съемки. Ее нередко спрашивают, о чем она мечтает. И девочка об этом говорить не любит. Она считает, что если произнести вслух свою мечту, то она никогда не сбудется. Но если ее спрашивают о дальнейших творческих планах, она твердо отвечает. «Я хочу свозят свою жизнь полностью с кино. Я без него свою жизнь не представляю». Также она хочет, когда подрастет, стать еще и режиссером. Поэтому в свободное время она сама придумывает некоторые сюжеты и пишет сценарии для своих будущих кинопроектов. Можно быть уверенными, что такое упорство, редкое свойство, которое дано детям, а также стремление достичь желаемого, обязательно поможет юной звездочке Вите Корниенко достичь своих целей. Мне в свою очередь хочется пожелать этой замечательной девочке счастье в личной жизни, успехов в творчестве, новых интересных проектов и, конечно же, огромное количество главных ролей. Я лично пересмотрела не один десяток фильмов с участием этого юного дарования. И могу сказать твердо и уверенно, что девочка – настоящий талант, исправляется даже не на 100%, а на все 200% и полностью выкладывается на съемочной площадке. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете об этом талантливом ребенке, какие проекты с ее участием вы смотрели, а может быть, какие-то даже успели полюбить. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Успехов всегда и во всем. Ангела-хранителя, Божьего благословения и Божьей благодати вам. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok